мы начали убирать дерево вот это яблоня она потому что это ранетка я бы и ранетки невкусные и вот муж начал уже пилить я вот помогала топориком рубила вот столько уже мы нарубили чтоб потом сжечь сегодня саша все деревья открыл о чем там оставил это надо вон тут а забрать ты оставил обмоточку ну вот так вот он поспиливал там конечно еще много чего осталось вот лежит тоже ну а парник вот видите сами в каком состоянии он обтянул его полиэтиленом там бочка его приткнул чтобы это не улетел потому что ветра у нас сами понимаете ну закажем он сделает потому что он его сам собирал мы покупали готовый но все равно собирал то он его сам мы же в разборном виде его покупали пойдемте посмотрим яблоньки вот здесь вот так вот сыра прям сыра сыра вот еще тип вот теплица у нас печная учета мне ствол вот это не нравится саш ну ствол что-то мне какой-то он весь потрескался мы его же знаете об оборачивали на зиму подложка ламината чтобы не погрызли и вот он сегодня убрал ну что-то мне не нравится что такие трещины прям трещины и посмотрю что можно сделать это у нас уральское наливное нормальное ствол такое бывает но трещины как но это не трещина как бы кора такая так ночью она просыпается я он вижу что просыпается почечка вот здесь вот не не догадались сейчас разговаривали саша грица же не догадались в бочку накидать снега ну чтобы была водичка какая-то так вот это у меня заветная мы ее отпилили половину вот видите вот здесь осенью мать пилили все замазали да надо было укрывным наверно не надо было подложка не дышал видишь стволы тоже потрескался здесь не знаю капельки воды капельки воды а тут у меня знаете о сорока полетела сорока белобока здесь у меня это овес я сеяла не подумайте что в грядке пыре растет нет нет это овес 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 вот там как вода бежала так это образовались такие видите как потоки от воды ну как отошло тут все земля отошла это мы делали осенью пересаживали вот сюда малину это новая посадка и срочно сделали сразу ее огородили почему потому что когда мы посадили и буквально на следующий день или через день крот пришел прям по малине уже уже прям вот такой был мощный у него и поэтому мы глубоко закопали шифер вот у кого такие проблемы делайте шиферные грядки сетка это хорошо да но если вы глубоко закопаете шифер он не как лбом он ткнется и развернется а сетка ну не знаю как спасает мне кажется у него такие зубы что он может все перегрызть зималась молоденькая зималась там не соседка давала но это большая зималась бакчарский великан я ее тоже осенью проведила ну вроде нормально все которые внутрь идут я удалила ну вроде как все освежила я ее посмотрим что будет но хороший сорт мне нравится вот эту клубнику я убираю все потому что я даже есть заниматься не буду она уже пять лет как оплодоносила уже ловить тут нечего и тратить силы я тоже не буду вот она вот эту по краям свеженькая мне достаточно я новых грядок насадила у меня кроме этого еще 7 грядок а это что у нас тут лежит это откуда прилетела вот здесь у меня новая посадка из садов россии я клубнику сажала весной сажала не осенью ой-ой-ой-ой что-то мне мне ну вот тут все живое вот оно сердечко оно живое так сейчас я приплата потому что сегодня заморозки ночные ну вот это у меня две грядки ага иди саша иди вот вот эти две грядки я делала весной мне саша делал вот я выписывала по 5 штук 4 вида 20 штучек вот они у меня и сидят в одной грядке 10 штук ну там чему же побольше еще я тут своя какая-то оставалась а те две грядки он смотрите ой-ой-ой как вывернула сейчас я вам подойду пока так вот не знаю откуда она прилетела вот сюда положила сейчас я вам покажу кое-что он смотрите что но саша увидел это он сказал я переделаю он не грядку опустит потому что сильно высоко высоко грядку сделали и видите поэтому так а сибана была пониже она бы более устойчивая была вот он видите как тут вообще шифер упал надо ее понизить маленько чтобы но ведь она у нас как бы высокая грядка видите какой слой большой и надо чтобы тогда сделать так чтобы побольше шиферов копать а это будет по краешку прям идти шифера вот ну посмотрит он все сделает крыжовник крыжовник вот это у нас три крыжовника я им вообще не занимаюсь вообще я не знаю как его вот там но я признаю как его прореживать смотрите уже зелененькие эти полезли полезли уже листочки а я ведь хотела обработать бордосской вы видите как как обрабатывать когда погода такая в общем вот вот тут у меня колокольчик вот это вот это колокольчик я не знаю кто его объел так или что прям сердцевина выедена наверно мыши хотя дыр нет вот вы знаете это первый год когда у нас нет дыр у нас вот здесь вот обычно все в дырах все в дырах сплошняком ни одной дырки нет вот эти землеройки которые нет вообще их с одной стороны хорошо вот да вот видите подпрела маленько груша то ли поздно открыли то ли что ну это груша так знаете баловство то ли да то ли нет в общем посмотрим как и что ну а там у нас стоит вода вот видите вот тут у нас такие дикие заросли ну сейчас пилы купили вот и саша будет помочь что пилу цепную купили по осени мы все говорю давай покупим купим все что надо вот так что это вот видите вот так вот каждую весну каждую весну у нас здесь стоит вода дождик накапывает я посмотрела по воде так-то не чувствую а по воде накапывает ну вот посмотрите вот мой огород весь пать но там дом на высоте а это все мое царство государство ой честно слово я люблю свой огород я люблю свой огород у нас всегда сады были поэтому я люблю это дело но я одна и занимаюсь потому что саша работает когда он отдыхают у него тоже свои дела так я его вырву на чуть-чуть вот вот здесь еще у меня тоже новая посадка осенью рассадила я это у меня гигантела и вот две азии азию покупала я на рынке то проверила что то азия потому что она плодоносила соответствует но буду надеяться но вот и гигантела моя гигантела уже размноженное я ее выращивала из семян два года назад и вот так она разрослась и в общем я ее размножила вот считайте это 5 грядка вот здесь у меня 6 полосочка это хорошая клубника я ее не стала выбрасывать отдала большую часть соседки это когда те вот четыре грядки формировала я у меня осталось много хороших осиков укорененных хороших прям жалко выбрасывать я соседке позвонила говорю надо она говорит ой да с удовольствием ну и все ну и я вот чтобы как говорится оставить это ягодка это кусты небольшие но ягода крупная и очень сладкая вот посчитать это 6 грядок и вот еще одну я заложила осенью еще одну тоже вот эта грядка клубники это у меня тоже сидираты это овес частично я его закопала ну сколько смогла столько сделала еще вот тут у меня тоже сама так сама сами сами разрослись ну и вот это место где яблоньки молодые яблоньки у нас здесь их пять штук дверь яблоньки посаженные были в прошлом году первый год они зимовали вот две крайние вот вот это и вон то яблонька и вот здесь есть две клумбы вот такие кругленькие сделала и вот здесь не повыдавливала тюльпаны я прям подтыкивал а назад на место сколько смогла столько подтыкнула вот видите как выдавливает вот смотрите вот прям выталкивает земля выталкивает не знаю что ей надо ну посмотрим тут у меня и нарциссы перемешку и тюльпаны вот видите посмотрите что вот луковица неприкрытая но сейчас я ее сделаю вот вот так вот смотрите видите такие трещины и все вот прям луковицы видны я без перчаток пошла но я не думала что это вот вот они яблоньки наши молодые